Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». В студии работает Евгений Побловец. Как в нашей стране приводят в порядок природные угодья? Не помешали ли браконьеры распространению традиционных народных увлечений – охоты, рыбалки, собирательства грибов и ягод? Может быть, в ближайшее время планируется ввести какие-либо ограничения в общении с природой? Об этом и многом другом мы сегодня побеседуем с начальником Гомельской областной инспекции по охране растительного и животного мира при президенте Республики Беларусь Андреем Долгим. Андрей Андреевич Долгий – начальник Гомельской областной инспекции по охране животного и растительного мира. Родился 10 августа 1973 года в городе Бавруйск Могилевской области. Здесь же закончил среднюю школу и сельскохозяйственный техникум по специальности «Сельскохозяйственное гражданское строительство». После службы в рядах Советской армии изучал юриспруденцию в Московской государственной гуманитарной академии. Работал в органах рыбоохраны Бавруйского района. С момента основания Государственной инспекции по охране животного и растительного мира – государственный инспектор и заместитель начальника Бавруйской междоемной инспекции, начальника Сиповичской междоемной инспекции. С ноября 2014 года – начальник Гомельской областной инспекции по охране животного и растительного мира. В настоящее время обучается в Академии управления при президенте Республики Беларусь на факультете идеологии и управления человеческими ресурсами. Свои вопросы Андрею Долгому прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каковы результаты работы вашей структуры в этом году? Все ли намеченные планы вам удалось реализовать? Может быть, есть какие-то направления в работе, которые требуют улучшения? Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь является специально уполномоченным государственным органом, подчиненным президенту Республики Беларусь. В своей компетенции Государственная инспекция осуществляет контроль за охраной использования диких животных, относящихся к объектам охоты, рыболовства, лесной растительности. И также сохранности прудовой рыбы, содержащихся в прудах рыбоводных организаций. Основными критериями, относящимися к оценке эффективности Государственной инспекции, являются планы, созданные на текущий год. Оперативные мероприятия, профилактические меры и контрольная деятельность, осуществляемая в планках проверок. Давайте, наверное, более конкретно поговорим. Сколько в этом году выявлено нарушений законодательства? За 9 месяцев текущего года областью выявлено порядка 1500 нарушений, половина из которых это грубые нарушения, связанными с воздействием на животный и растительный мир и незаконное заготовление древесины. А вот на вашем профессиональном языке грубые нарушения это какие? Как понять, вот это грубое нарушение, а это небольшое? Грубые нарушения, это мы относим к тому, значит, социально значимые, замаскированные те нарушения и преступления. Я хочу даже добавить, что из этого количества 70, около 70 или даже больше на сегодняшний день тех дел, по которым, значит, возбуждены признаки которых с уголовно наказуемых деяний. Но это касается чего? Это относится и к объектам охоты, и к объектам рыболовства, и к объектам лесохозяйственной деятельности. Давайте тогда немножко разделим по направлениям, да? Если мы берем лесохозяйственную деятельность, какие там выявляются нарушения? Значит, хищение леса, незаконная порубка деревесно-кустарниковой растительности в личных целях, нарушение юридическими лицами ведения лесохозяйственной деятельности. То есть неправильное оформление документов, в результате которых приносится вред лесному хозяйству. Эти нарушения выявляются равномерно по Гомельской области или где-то есть регионы, где больше таких нарушений выявляется? Оценку, да, наверное, больше равномерно. Потому что мы будем, наверное, не по площадям рассуждать, а будем разделим это на влияние физических лиц, влияние юридических лиц, там, где они ведут свое. И, например, опять же, если мы будем брать объекты рыболовства, это будут, значит, нарушения, осуществляемые или производимые арендаторами юридическими лицами и обыкновенными гражданами. Граждан мы тоже будем разделять. Если будем даже углубляться, то это будут незначительные нарушения, такие, например, как заезд, стоянка автомототранспорта в водоохранную зону. Либо ловля удочкой какими-то запрещенными способами, разрешенными орудиями, но запрещенными способами. И грубые нарушения мы здесь разделим на добычу рыбы запрещенными к применению при любительском рыболовстве. Такими как сети, электрический ток, различные предметами, которые очень большое воздействие наносят. Давайте немножко подробнее поговорим о рыболовстве. Вроде как бы 21 век уже на дворе, а все равно фиксируются случаи, когда ловят электроудочками, когда большие сети ставят, браконьеры. Как это вообще искоренить? Что надо делать для того, чтобы до нуля снизить эти случаи? Ну, первое, наверное, на сегодняшний день это профилактика таких нарушений. И профилактика не на том уровне, когда человек уже созревший и готов нести, и осознанно понимает, что он делает, и как он делает, и для чего он это делает. Наверное, профилактику надо делать с малого возраста. Мы сейчас так думаем, что это будет профилактика в колледжах, профилактика, разъяснение о том воздействии негативном на природу, на животный мир. Потому что именно с этого, когда человек с детства знает, что это делать не то, что нельзя, и это запрет. А это не нужно делать именно для того, чтобы продлить и преувеличить наше природное богатство. Когда он это будет делать осознанно, тогда человек не будет изначально вкладывать. Но это долгий путь. Он правильный, но долгий путь. Это займет несколько лет. А что делать сейчас? Ведь браконьеры, как правило, это люди уже довольно опытные, скажем так, мужчины. Им уже бесполезно что-то объяснять. Как их заставить не заниматься этой деятельностью? Браконьеры на сегодняшний день можно поделить, наверное, на две основные категории. Браконьер, который живет по берегам рек, и его предки, и это просто привычный образ деятельности и занятий. И браконьер матерый, у которого это в крови, а тем более браконьер, который владеет средствами, специальными навыками и познаниями. Для того, чтобы осуществлять эти люди, как правило, обеспеченными денежными средствами. И это больше превращается в хобби и игру. Поймай меня. Совершенно верно. На последнее. То, что с каждым годом больше распространяется. То есть, насколько я понимаю, нынешнее законодательство не позволяет эффективно, успешно искоренять эту проблему. То есть, оно позволяет кого-то ловить в каких-то пределах? Нет, вы знаете, нынешнее законодательство очень обширно обхватывает все вот эти сферы и все отдельные даже полочки. Но дело в том, что развитие идет в познании. Если мы делаем шаг сегодня, браконьер делает, он знает этот шаг уже, и браконьер делает друг друга. Люди мыслят. Для этого они люди. Для того, чтобы развиваться. И получается, мы развиваемся, они развиваются. Они развиваются, мы развиваемся. И это все происходит познание друг друга. Но вы, наверное, все-таки говорите о какой-то узкой части рыболовов, браконьеров. А массовые нарушения, они касаются чего? То есть, люди больше вылавливают, чем положено по нормам? Или люди ловят не теми орудиями ловли? То есть, какие наиболее массовые нарушения вы эффективны? Если мы вернемся к тому, что поделим на две части, и незначительные нарушения, это когда незначительно превышена норма вылова, или человек, самое главное распределить, человек это делает осознанно или неосознанно. Или по незнанию. Совершенно верно. Если человек идет и подходит к этому уже осознанно, намеренно, и прекрасно осознавая отчет, то это, конечно, грубое нарушение, которое фиксируется, и отвечать за него тогда приходится соответствующим образом. Если человек идет на это неосознанно, потому что тогда и ответственность к этому, и инспекторы подходят к этому совсем по-другому. Ну вот давайте тогда, опять же, больше примеров. Сколько в этом году выявлено таких фактов, именно каких-то, ну, очень серьезных фактов браконьерства? Очень серьезных, я уже говорил вам, 70, на сегодняшний день, 70 нарушений с признаками уголовно наказуемых деяний. В них подразумевается и добыча рыбы сетями, и полномочия, уголовная ответственность наступает, когда вред, причиненный окружающей среде, превышает 100 базовых единиц. Рыба считается по особям. Если человек добывает больше особей, чем на 100 базовых единиц, наступает уголовная ответственность. Но это вы сейчас говорили про рыболовство, да? Про рыболовство. А в сфере, допустим, охотников? В сфере охотничьего хозяйства каждая особь зверя то также оценена по таксам и имеет свою стоимость. То же самое, если наступает ответственность, если стоимость незаконно добытого зверя превышает установленный допустимый коэффициент или лимит, наступает уголовная ответственность. Я предлагаю развить нашу беседу небольшим видеорядом. В распоряжении нашей программы есть оперативные съемки. И мы предлагаем вместе с нашими корреспондентами посмотреть следующий материал. Это оперативные съемки Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира. На одном из водоемов Чечерского района задержан местный житель, занимавшийся незаконным ловом раков. В девяти ловушках более двухсот особей. Во время разговора с инспекторами нарушитель будет говорить о том, что хотел мелких раков выпустить обратно в озеро. Однако эти слова больше похожи на попытку хоть как-то смягчить наказание. В данном случае явное нарушение закона. Хотя по большому счету некоторые нарушают по незнанию. Что, впрочем, все равно не освобождает от ответственности. Когда правила поменялись в 2014 году, рака исключили из водных животных, относящихся к объектам рыболовства, теперь их добыча осуществляется на основании другого нормативного правого акта постановления Совета Министров Республики Беларусь. Но, тем не менее, да, они нарушают, не зная о том, как, чем и когда можно ловить рака. Если правила рыболовства в общем доступе, можно их найти свободно, где-то купить, где-то в интернете найти, почитать, что можно, что нельзя, то с раками немножко сложнее. Браконьерство на водоемах – самое распространенное нарушение в Гомельской области. Из 1250 протоколов, составленных за 9 месяцев этого года, более половины приходится на нарушение правил рыболовства. То, что больше всего выявляется нарушение по рыболовству, связано с тем, что самые большие артерии водные находятся в Гомельской области – Днепр, СОЖ и Припять. Поэтому люди больше склонны к рыболовству, нежели к нарушениям по охотничьему хозяйству либо по лесопользованию. Охотники Гомельской области – люди в большинстве своем ответственные и законопослушные. Однако из всякого правила есть исключения. Только в этом году инспекторы уже конфисковали 46 единиц огнестрельного оружия. Специфика работы инспекции охраны животного и растительного мира такова, что о ней мало знают посторонние, но неплохо осведомлены нарушители. Свидетельство чему – около 60 возбужденных с начала года уголовных дел и почти 40 тысяч динаминированных рублей штрафных санкций. И такой факт. Этим летом в Гомель приезжала делегация Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Главная цель этой встречи – изучение опыта белорусов по охране природы. Алгоритм тех действий, которые прошла ваша инспекция на этапе создания ее, поскольку на сегодняшний день в Украине намечено в планах создание аналогичной единой инспекции как природоохранного органа, хотелось бы уберечься и самим, и уберечь руководство нашего государства от возможных ошибок, которые были в вашей инспекции на этапе ее создания, реформирования. Эта встреча представителей Государственной инспекции охраны животного и растительного мира и Государственного агентства рыбного хозяйства Украины первая после достаточно длительного перерыва. Стороны уверены – теперь сотрудничество будет более плодотворным. Для Гомельской области, имеющей общую границу с Украиной, это особенно важно. Здравствуйте, я напоминаю, вы смотрите программу «Диалог». У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня вот такой вопрос. Вы скажите, как можно часть реки отдать в аренду? Тем более, что они ее не обслуживают, они просто ставят сети с бирками, выбивают рыбу, зарыбить реку невозможно. Спасибо. Вопрос понятен. Пожалуйста, отвечайте. Значит, на сегодняшний день аренда водоемов-водотоков осуществляется на основании решения местных исполнительных распорядительных органов, которые по решению Совета депутатов заключают договора аренды. В договоре аренды в обязательном порядке прописываются обязанности и ответственность арендатора. Также то, что он имеет право делать. К договору аренды разрабатывается рыболовно-биологическое обоснование, научное рыболовно-биологическое обоснование, которым рыболов пользуется как минимум 5 лет. В этом рыболовно-биологическом обосновании прописывается тот порядок, режим ведения хозяйственной деятельности, осуществляемый при рыболовстве. В то же время, как вы говорите, кроме видимых тех частей, которые, например, попадают в ваше поле зрения, они на самом деле делают и много хороших, полезных вещей. Такие, как, например, обязательное зарыбление водоемов или водотоков, находящихся в аренде. Да, есть вопросы. Всегда есть вопросы. Но здесь я бы, наверное, больше порекомендовал видеть не только плохие аспекты этого деяния, но и хорошие. Потому что, если считать в среднем, то на одну особь взрослую выловленной рыбы арендатор запускает 50 тысяч молоди. С учетом дальнейшего воздействия на арендованный участок и то, что он вылавливает, и воздействие рыболовов-любителей, и с учетом того, что в дальнейшем эта рыба должна еще увеличиваться. Андрей Андреевич, я понимаю природу вопроса, да, потому что люди, рыбаки, видят процесс вылова сетями и так далее, и не совсем не до конца понимают, как этот процесс контролируется, допустим, с вашей стороны. Вот расскажите про саму технологию. То есть может ли арендатор поставить сеть, потом ее вытащить, вас не поставив в известность, всю рыбу забрать, куда-то там ее деть и так далее. Вот имеет он на это право или не имеет право? Обязан он вас уведомлять? Делается это под вашим контролем или без вашего участия это делается? Как происходит все? На самом деле схема довольно-таки проста и распространена. Значит, орган, ведущий рыболовный контроль, в данном случае мы, не менее двух раз должен, обязан проверить рыболова на лову в месяц. Второе. Я извиняюсь, сразу уточню. Это проверяется негласно? Да, без предупреждения. При проведении полевых контрольных мероприятий. Есть планированные, есть внеплановые проверки. Перед выходом на лов, значит, арендатор в правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Арендатор, он обязан уведомлять орган рыболовного контроля, находящихся в зоне ответственности, о режиме ведения хозяйственной деятельности. А выражается простыми словами, это то, что перед тем, как арендатор выходит на воду, он звонит в дежурную часть инспекции и сообщает, кто, когда, на чем выходит на лов. И сообщает также о месте притонения и о месте причаливания и сдачи рыбы. На сегодняшний день рыба, которая добыта арендатором, она должна быть в соответствующем порядке оформлена на месте причаливания. Человек причалил, сначала позвонил дежурному, что он причаливает. Человек причалил, оформил товарно-транспортную накладную, подождал органы рыболовного контроля и отправился. Вы все зафиксировали, да? Ну, хорошо, это мы говорим теоретическую часть. На практике, как часто вы фиксируете нарушения со стороны арендаторов? Ну, все ли придерживаются вот этой технологии, о которой вы сейчас рассказали? Нет, не все. Постоянно. И что с ними затем происходит? То есть их лишают лицензии, забирают у них этот участок? Привлечение арендатора более двух раз в год за несоблюдение договора аренды влечет расторжение договора аренды. И у нас налажена эта уже система. Либо предложение в исполнительные, местные исполнительные, распорядительные органы о предложении о расторжении договора аренды. С этим понятно. Плюс административная ответственность. Штраф, которую непосредственно несет не только арендатор рыболовной ГУОДИ, но и непосредственно рыбак, имеющий промысловые билеты, осуществляющий рыболовство. И вот вы еще один момент сказали, что арендаторы обязаны зарыбливать свои участки. Если я правильно понимаю, процесс зарыбления тоже вами контролирует. Совершенно верно. Процесс зарыбления, я уже говорил про рыболовное биологическое обоснование, которое дается научным путем. Если прописано у арендатора погодовое, пошаговое зарыбление арендованного участка указанными в рыболовно-биологическом обосновании видами рыб, там даже указывается масса, возраст и количество, которыми он должен зарыбить. То сам процесс зарыбления, он очень контролируется. Именно мы контролируем зарыбление от покупки рыбопосадочного материала, пломбировки транспортного средства, которое движется для зарыбления. Прибытие транспортного средства на место зарыбления делается комиссионно. Даже не только в присутствии нас, а в присутствии нас, органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, местных исполнительных распорядительных органов и ветеринарного контроля. Делается акт и после этого зарыбляется водоем. При этом указывается в акте в специальном процент отхода, и он тоже потом считается и по-новому зарыбляется. Ну и процент отхода, насколько я помню, там не более 10%. Не более 10%. В принципе, можно, скажем так, успокоить наших телезрителей, что эти вопросы находятся под контролем. На самом деле у нас все открыто. От себя тяны нет, да? Нет, конечно. Это все прописано настолько. Дело в том, что практика, которую мы сейчас делаем, она взята еще с Советского Союза. И она настолько отработана пошагово, особенно по зарыблению и ведению промыслового рыболовства, что она уже настолько прописана и прошедшая шагами, что нарушить ее, хотя я не исключаю той возможности, и мы фиксируем нарушение приведения промыслового рыболовства, и лишаем промысловых билетов, и расторгаем договора аренды. Это в практике, это тоже ведется. Владимир Владимирович, такой вопрос. Вам как практику, да? Мы все-таки ближайшие 5-10 лет будем идти по какому пути? То есть у нас вот вся река будет скоро арендована по участкам, или же мы все-таки начнем как-то ужесточать процесс выдачи вот этих лицензий на арендование участков реки или каких-то водоемов? То есть куда мы двигаемся? В каком направлении? Я не могу сказать за всех, но лично мое мнение, наверное, надо промысловое рыболовство перевести в другое русло. На сегодняшний день правилами ведения рыболовного хозяйства разработан и прописан процесс квотового отлова. Осуществление промыслового рыболовства не весь год с окончания весеннего нереста и до вылова квоты, а именно квотирование. Купил квоту, выловил сколько надо и закончил. Преимущественно в цикличность в годовом, это когда по осени, когда уже осуществляется хороший нагул, привес, получил, выиграл квоту. Мы будем, не то что получил ее, мы там хотим так сделать. Выиграл квоту на торгах, забрал квоту и будь здоров. Здесь я полностью согласен с возмущением того человека, который звонил. Вопрос на самом деле объективный. Спасибо, Андрей Андреевич. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Слушаю вас. Наверное, звонок у нас будет. Я хотел уточнить такой вопрос. Вот вы говорите о заряблении. В реке никто никакого зарябления не делает. Вопрос понятен. Вопрос понятен. Давайте так тогда ответим на него. В этом году вы можете перечислить конкретно, когда и где и в каком объеме заряблялись те или иные участки рек или каких-то водоемов? Перечислять я сейчас не готов, потому что это действительно много. Скажем так, в течение года процесс зарябления происходит 5 раз, 15 раз, 30 раз. Это в зависимости происходит, опять вернемся к рыболовно-биологическому обоснованию, к цикличности. К этому прописано. Первый год карась столько лет, второй год щука, третий год карп. Я вам только одно могу сказать, что за последний месяц Белорусское общество охотников и рыболов зарыбило два водоема стерлядью. Это Припять. Это Припять. И на сумму больше 100 миллионов. Причем это все проконтролировалось и подтвердилось соответствующими документами. Что касается местного, по Гомелю, это, по-моему, Кукса, рыбак. У него было вот на этой или на той неделе было зарыбление щукой, тоже на довольно-таки приличную сумму. Кто, если есть желание, вы придите, пожалуйста, к нам. Мы с удовольствием для того, чтобы не для того, чтобы оправдаться, а для того, чтобы просто вы потом рассказали и развеете этот миф. Мы с удовольствием вам предоставим всю информацию. Ну вот, кстати, о недостатке информации мы предлагаем посмотреть наш социальный опрос. Корреспонденты вышли на улицы города и задали простой вопрос. Что вы знаете о работе областной инспекции по охране животного и растительного мира? Давайте послушаем, что отвечали гомельчане. Слышал, что есть такая инспекция. А чем занимается, не знаете? Ну, наверное, охраной природы, ресурсов природных. Естественно, сам за себя говорит. Что знаю про инспекцию охраны животного и растительного мира? Конечно же, знаю. У меня многие одногруппники работают в этой сфере. В принципе, занимаются они хорошим делом. Ловят браконьеров, следят за тем, чтобы не было незаконных рубок леса, допустим. Конечно же, наслышан. Очень хорошая организация. Ну, никогда так и не слышал о ней ничего. Это она работает сама для себя, наверное. Потому что такой... Мало печатается, так я, допустим, выписываю гомельскую правду, гомельские ведомости. Но вот этого что-то. Хотя бы фотография ее. Если честно, про нее я не слышала. Но насчет нарушений, мне кажется, есть. Но больше люди все-таки, мне кажется, заботятся о природе. Мало что знаю. Я ее вообще не вижу, чтобы где-то ее рекламировали. Как вы считаете, насколько эффективно у нас вообще природа охраняется? Рода? Ну, я бы сказал, что более-менее нормально. Прохожу мимо водоема. Там железная дорога, где это кондитерская фабрика. Там есть водоем. Он летом вообще постоянно затянут такой вот ряской. Вот такой вот. То есть он не чистится. Он грязный. Если честно, я не знаю это о такой инспекции. Нужно, чтобы больше людей знали. И об организации, и о работе ее. Мы продолжаем эфир программы «Диалог». У нас в студии начальник Гомельской областной инспекции по охране растительного и животного мира при президенте Республики Беларусь Андрей Долгий. К соцопросу мы вернемся чуть попозже. У меня есть тоже уточняющий вопрос. Пока давайте послушаем телезрителя. У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте вопрос. Извините, пожалуйста. Вот у нас в городе Турове сдали реку в аренду ООО Туровщине. Да, да, есть в аренду, да. Вопрос в чем? Они стягивают перед зимой, когда уже лед начинается, они стягивают все зимовалые места, где рыба зимует. Я вроде понял. То есть вылавливают рыбные места, и рыбакам потом зимой негде ловить рыбу, видимо. Я на этот вопрос вам расскажу. Значит, у каждого арендатора рыболовных угодий существует и установлена квота и лимит на вылов рыбы на текущий год, который устанавливается и рыболовно-биологическим обоснованием, и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Больше этой квоты, как и меньше, она рекомендуется. Они несут ответственность за невыполнение плана, но больше лимита они не имеют права вылавливать. Ну, а порядок и схемы – это такая же технология облова водоемов, как и существует технология выращивания. Больше они не ловят. Но бывает, что и перелов, и они привлекаются к установленной законам ответственности. Спасибо. Я сначала задам уточняющий вопрос по соцопросу. Вот мы послушали Гомельчанда, и они жалуются на то, что мало информации о работе вашей службы, мало печатных материалов и так далее. Может быть, есть смысл как-то улучшить работу сайта, если он есть официально? Может быть, надо чаще общаться с рыбаками, с охотниками, объяснять им, что происходит? Скажу, в настоящее время пропаганда, и не то, что пропаганда, а мы начали нашу передачу с того, что я сказал, что в первую очередь мы занимаемся профилактикой. Те люди, которые работают на... те рыболовы, которые находятся на речке, юридические лица, ведущие лесное хозяйство, они все нас знают. В том числе, в настоящее время, мы все время... у нас даже есть отчетность по профилактике и действий госинспекции в тех или иных случаях. Мы проводим массово-разъяснительную работу в школах. Но, опять же, я хочу сказать про то, что численность работников государственной инспекции установлена и ограничена 268 человеками по республике. В области 38 человек штата по области. Но у нас 20 районов, 21 район, то есть у нас можно посчитать сколько... Поэтому у нас есть создан, вновь создан в недавнее время институт общественных инспекторов, благодаря той же самой разъяснительно-массовой работе, проведение профилактической работы в школах, научных заведениях, исследовательских заведениях, на предприятиях и в общественных коллективах. Андрей Ильич, давайте тогда продолжим другую сторону нашего разговора. Про людей вы сказали, да? Много ли, мало ли у вас сотрудников, это вопрос такой, скажем, полемический, да? Но меня интересует другой момент. Техническая оснащенность вашей службы. Насколько вы обладаете современными техническими средствами, можете ли вы оперативно в случае поступления какого-то сигнала от рыбака, от охотника, выехать в условную точку и поймать браконьера? Совершенно верно. Я бы хотел немножко сделать коррекцию, потому что мы обязаны выезжать и пресекать действия браконьеров. Но обязанность по охране несут в первую очередь арендаторы, те же самые, которые, это одна из позиций ведения, в частности то, что мы сегодня объясняли, отвечали на телефонные звонки. Если это ведение промыслового рыболовства, то первая обязанность арендатора, это охрана рыболовных угодий. Это именно ему доверена охрана рыболовных угодий. Если мы относимся к охотничьим угодиям, то в первую очередь это проведение биотехнических мероприятий и охрана охотничьих угодий, егерская служба. Если мы берем юридические лица, ведущие лесное хозяйство, это в первую очередь егерская служба, созданная, и в лесу вообще численность охраны лесных угодий, она довольно-таки обширна. И они относятся к этому делу. Другое дело, что сами действия и сама специфика работы находятся не на фоне зрения. Это лес, это места удаленные, реки, места удаленные, там, видения, это охотничьи какие-то угодия. А касательно оснащенности государственной инспекции, на сегодняшний день, я вам скажу, что за последние два года штат автомобилей полностью обновлен. По области на каждую инспекцию приходится в среднем по три автомобиля. Это, насколько я понимаю, новые УАЗы, которые современные, проходные. Совершенно. У УАЗ-Патриот современные, проходные, в том числе и импортный автомототранспорт. На инспекцию, в каждой инспекции практически есть снегоход, квадроцикл. Инспекторы оснащены фото-видеоаппаратурой, радиостанциями. Здесь у нас нет проблем. И к этому я хотел бы добавить, что сам позиция настройки инспектора, еще я не знаю, чтобы инспектор отказал кому-нибудь в помощи по звонку. Вот давайте уточним, опять же, по обратной связи с нашими рыболовами и охотниками. В течение года как много приходит к вам сигналов с мест? Что вот я сижу там на водоеме или я там иду в каком-то лесу и вот вижу, незаконное действие производит кто-то. Приедьте, пожалуйста, разберитесь. Вот часто такие поступают вам телефонные звонки и как часто вы оперативно реагируете на это? Я вам скажу, что от общего выявленных правонарушений это примерно до 18%. Потому что, слава Богу, что вот последние тенденции политика нашего государства и само воспитание граждан, все больше и больше граждан это неравнодушных. И именно те граждане, которые не боятся сказать, нам мы не требуем и не просим, чтобы гражданин пресекал это. У нас достаточно просто проинформировать. Конечно, проинформировать и мы всегда гражданам говорим. Мы, во-первых, я уже скажу это в камеру, эти граждане мы всегда оставляем в конденсиале. Они звонят, по их информации выявляются, пресекаются, предупреждаются нарушения. Это очень большое подспорье. Спасибо. Давайте в конце нашей передачи напомним. Рыбаки и охотники по каким номерам телефона могут вам сообщить о том или ином правонарушениях? Вы можете эти телефоны назвать? Да, конечно. Или могут обратиться в райисполкомы. То есть какова вообще процедура? Сейчас дам все телефоны. Значит, телефон Гомельской областной инспекции 773-00. Телефон межрайонных инспекций есть на сайте государственной инспекции. Действует телефон доверия непосредственно в государственной инспекции в городе Минск. Городской 8 017 39 5 0. В мобильный МТС 8 033 333 6 3 0. Спасибо большое, Андрей Андреевич, за интересную беседу. Время нашего эфира подошло к концу. Вы смотрели программу «Диалог». В студии для вас работал Евгений Побловец. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова